Здравствуйте! На Беларусь-1 и Беларусь-24 клуб редакторов мы обсуждаем самую важную тема уходящей недели и в самом начале нашей программы позвольте традиции я представлю гостей которые сегодня присутствуют здесь в студии на 600 метров белой телерадиокомпании это Дмитрий Жук СБ Беларусь сегодня Владимир Перцов МТРК МИР Беларуси и наши специальные гости Александр Питкевич совотделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии здравствуйте добрый вечер Наш специальный гость медик эпидемиолог и естественно очевидно какой теме мы посвятим сегодня большую если не большую часть нашей программы мы очень надеемся на нашего специального гостя который сегодня проинформирует о том как проходит у нас борьба с пандемией которая охватила всю Европу что удивительно с европейской медициной но пока к счастью как мне кажется удается все это сдерживать в нашей стране и в том числе почему нам это удается спросим и мы но для начала Александр Сергеевич позвольте вам вопрос вы вчера приняли участие в встрече с главой государства к президентам Беларуси мы конечно внимательно смотрели потом те репортажи материалы которые выходили по по итогам этой встречи но все-таки несколько слов специально для нас на что вчера обращалось особое внимание о чем вы говорили по мнению ВОЗ и по рекомендациям ВОЗ для эффективного контроля инфекции нужно несколько составляющих элементов и первый элемент это понимание приоритетности проблемы контроля инфекции это на уровне государства правительства то есть и законодательная часть и ресурсная часть поэтому понятно что глава государства должен контролировать эту ситуацию вот это объясняю поэтому вопросы были все касаясь всех аспектов этой проблемы диагностических эпидемиологических ресурсных социально дистанцирование то есть карантинные границы и так далее то есть чем может помочь государство наверное это был вот сформулировал вопросы и по третий вопрос был чем мы вот чем мы можем помочь что хотите что нужно помочь медикам так в принципе медики оцениваются работа нормально все это поэтому вопросы вот эти все и обсуждались детально по каждому направлению клиницисты эпидемиологическая часть лечебная часть давались поручения конкретные поручения сразу по ходу сразу на месте касающихся и скажем российских граждан находящихся в польше которые там остались и как их передать российской стороне и касаясь вот изготовления масок масок для защиты борьба с инфекцией это комплекс мероприятий комплекс и причин комплекс вот мы сейчас об этом поговорим позвольте вопрос минздрав сегодня на утро пятницы опубликовал свежую статистику 15 человек уже выписались из больниц они выздоровели в больницах продолжают находиться на 42 на человека без явных признаков заболевания заболевания и 12 человек с каким-то признаками насколько я понимаю это кашель температура там может быть еще какие-то признаки я не буду ударяться здесь в подробности мы видели как это все проходило в китае мы видим что творится не дай бог в италии насколько ситуация вышла из под контролем ответьте нам пожалуйста нам и телезрителям что сделали мы для того чтобы ситуация была контролируемая насколько я понимаю это сейчас самое главное слово контролируемая я думаю основной тезис здесь найти древнее изречение предупрежден значит вооружен это означает что просто мы хорошо знаем нашей стране в силу ряда причин ну мы находимся в середине европы у нас движение миграционные людей транспорта птицы у нас летают с севера на юг ему все время на чеку да и мы должны через нас проходят все эти пути мы должны быть на на чеку а инфекции были есть и будут а что касается непосредственно реакции нашего государства нашей медицины на в том числе на условно скажем на первый случай на первое подозрение коронавируса что мы начали сделать что мы сделали какова была тактика значит и так мы предупреждены да раз мы предупреждены мы создали и создаем и и поддерживаем систему вот в чем суть самое основное что нас создана система протибирской защиты санитарно-охранной территории населения она создана состоит из многих этапов и этапы о том что да такая проблема есть и и каждый год возникает новая инфекция каждый там несколько лет возникает особо опасная инфекция это надо просто это понять что мы это должны это есть это будет завтра и послезавтра и отсюда первое это информационное отслеживание ситуации как она где происходит в середине декабря появилась первая информация уже минздрав знал об этом тоже в середине декабря прошлого года уже мы на контроле держали вот какая-то неизвестная пневмония где-то в ухане далеко но тем не менее вот затем подтверждено было что это коронавирусная инфекция потом изучены свойства то есть мы все время от отслеживали и думали от своих мерах которые мы будем принимать если это вдруг потому что да и плюс конечно вот один одним из элементов нашей защиты это является наличие лаборатории максимальной биобезопасности по уровню p3 p4 так называемый который работает вот как на наш центр работает со всеми возбудителями и конечно владеет всеми методами поэтому скажем 17 января была опубликована структура вот этого нового вируса коронавируса который появился и 23 января мы уже создали свои тест-системы на основании технологии которые были за несколько дней за несколько дней да и уже через 10 дней то есть от 27 мужа начали их исследовать то есть начали до тестировать но опять китай конечно прежде все у нас три рейса из китая плюс опять это что же все опыт эта технология работают эпидемиологи которые считают а сколько у нас иностранных граждан сколько студентов сколько великом камни когда они приехали когда каникулы сколько уехала мы все знаем все контролируется заранее так же как это было со свиным гриппом и знали все организованные группы где находятся в италии в испании когда они возвращаются сколько их будут так далее и мы это отслеживали скп в аэропорту я имею ввиду тепловизор эти это все отработаны уже ранее технологии которые просто включаются не создаются по новому они просто включаются в работу то есть люди техника технологии поэтому мы все исследовали эти образцы и люди когда приезжали допустим из китая прежде всего то их тестировали особенно первая группа это если допустим симптомы были какие-то или другие и так далее то есть была отлажена изоляция пациентов возможных пациентов и проведение диагностических исследований опять-таки у нас вот этими созданными нашими тест системами то есть то что вот александр григорьевич специально упомянул то что мы сохранили и потенциал свой научный и лабораторный потенциал и санитарно-педемиологическую службу которой нет в так же как нет инфекционных больниц и поэтому то что вы говорите там как где вот мы разговаривали до начала программы я просто где-то по-моему прочитал информацию о том что например в итальянских больницах не знаю насколько правда я вычитал эту информацию пациентов и не кормят и вот в тот момент когда вот этот вирус начал распространяться люди которые были заражены коронавирусом ходили в соседние кафе завтракать обедать и ужинать таким образом с катастрофически быстро развивалась эта инфекция распространялась то есть здесь речь идет о том что должно быть это все отработано заранее отработано но при любом подъеме гриппа или урз каждый год мы все равно готовимся к вариантам размещения пациентов не только в инфекционных больницах а перепрофилированию других больниц то есть мы понимаете тут я должен сказать что вообще прогноз в отношении инфекции это дело неблагодарное благородное но неблагодарное почему воз тоже определила что развитие инфекционного процесса не подчиняется линейным закономерностям поэтому речь идет о том что нельзя ограничиваться одним каким-то планом надо всегда разрабатывать несколько планов ну вот определяет это сценарий сценарий благоприятный сценарий неблагоприятно но обычно какой-то оптимальный вариант и вот на все эти варианты прорабатывается каждой службой ведомством прорабатываются вот варианты по наращиванию усилий скажем клиники инфекционные потом какие другие то есть вот эти все элементы они закладываются с тем чтобы быть готовым от зависимости от развития конкретной ситуации сработало раннее выявление мы стали выявлять первые случаи а дальше пошла изоляция вот насколько мы ведем даже не сработало это это просто работает работает это просто работает потому что опыта уже есть достаточно пандемический это все все то же самое было поэтому заранее готовится лекарственная база заранее ивл эти все проверяется на всех чего не хватало в это это все это все заранее это все готовится заранее под поэтому и начал фразу предупрежден значит вооруженно если ты ты не спишь а ты думаешь что может быть как это развивать и то есть вот те слухи не слухи а точнее данные о том что в шестой больнице там перепрофилируется какой-то из корпусов это обычная плановая работа да не чрезвычайно как это абсолютно это и это делается во всех областях и учение проводится потому что приходит новая молодежь и надо привыкнуть то есть это постоянно это делается потому что извините но каждый год у нас подъем эпидемический и мы все но должны быть готовы и к разным мероприятиям но это все делается заранее все с тем чтобы спокойно вот воспринять той или иной же пожалуйста тоже можно было прочитать в печально известных телеграм-каналах и на некоторых порталах обеспокоить по поводу того что люди размещаются там санаторий каких-то в больницах которые в общем то не профильные на самом деле мне кажется что они должны радоваться тому что дело обстоит именно так это я насколько понимаю есть изоляция того самого первого второго кругов общения что на сегодняшний день работает идет разрыв социальных связей между группой риска и всеми остальными гражданами все верно это очень такой важный момент он с разных сторон можно его обсуждать как раз вот 16 марта генеральный директор воск как раз специально отметил что конечно меры дистанции как-то социального дистанцирования карантина изоляция это все хорошо это все хорошо это тоже инструмент это тоже спасает жизни все но самый основной вопрос это разорвать цепочку разорвать цепочку и привел такое сравнение нельзя тушить пожар завязанными глазами то есть ты не сможешь победить пандемии если ты не будешь знать человек инфицирован или нет то есть самое главное найти этого человека изолировать его из общества и и дальше с ним работать поэтому вот когда людей с теми или иными подозрениями размещают в санаториях это просто их концентрировать с тем чтобы если вдруг что-то где-то будет развиваться это люди здесь контролируемые ими можно заняться их можно перевести там под более жестко медицинской но они не 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 бегают не 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 контакт чего не делают во многих странах прочитал кого-то из медицинских чиновников если я не ошибаюсь бельгийских брюсселя была претензия по того что ничего не делается в стране на самом деле там пошел подъем в плане ну во первых ранней диагностики во вторых разрыва контактов с этим вообще не работают во многих странах заболел померили температуру то положили поликлинику а что происходит вокруг уже работают по факту как говорят мудрые китайцы нельзя пить по хвостам то здесь задача основной медицины упреждение упреждение есть один вопрос к доктору который волнует всех наших телезрителей наверное но эпидемиологический такой нарыв у нас есть так можно сказать про проходит каждый год где-то грипп где-то какие-то острые респираторные заболевания новые старые вирусы какие угодно но такая информационная истерия которую мы наблюдаем по поводу этого ковид-19 ее никогда не было такая истерическая дуга которая нагнетается накручивается один из опаснейших факторов или наряду с разгильдяйством которые вот наблюдаем о которой мы говорили много раз вот элементарной гигиены до непринятия мер чиновниками но тем не менее ведь мы понимаем что этот коронавирус это не бубонная чима и не грипп испанка это острое респираторное заболевание и конечно слухов относительно этого но с другой стороны мы знаем многие лично этих людей которые переболели и выздоровели их речили как от обычного урвы насколько страшен черт как его малюет некоторые альтернативные средства массой информации нагнетая просто истерию у людей до каких-то не невероятных размеров мы конечно подняли очень важный вопрос потому что вот я назвал один из элементов до борьбы с инфекциями приоритет на уровне государства вот третий пункт третий пункт второй пункт это как раз опережающая работа специалистов а вот третий пункт это формирование позитивного отношения населения к данной проблеме на нас же государственные сми упрекают независимые сми что мы позитивные пытаемся новости преподносить кстати наряду с непозитивными и ставят это в упрек это понимаю что это стандарт воз да это стандарт воз что в любом случае по крайней мере это надо делать но наверное тут объяснение то что вот страшит страшит неизвестность ну я не знаю это вот шел думал ну как тут ну вот пример может быть все многие водят машину да вот когда ты не водил машину ты вообще-то всего боишься как машину вести как нам переключать как это самое когда ты уже освоил и ты ведешь ее на автомате еще чего-то вот данном случае конечно коронавирус это действительно но мы не знаем работа с населением нужно да не нужно это обязательно элемент потому что все наши усилия первое второе они ник никуда не уйдут они ничего не дадут эффекта если население не будет воспринимать вот когда человек грамотный тогда он будет понимать где реальная опасность а где это что то это еще одно хотел бы коснуться аспекта ну раз уже пошел такой ликвес но хотел бы включить наших коллег на еще одна важная тема это закрытие границ от москва вы знаете накануне закрыла границу в том числе из белоруссию есть люди которые положительно к этому относятся так сказать придерживаться такой точки зрения но очень много голосов против вот в этой истории на ваш взгляд это был какой-то популистский политический шаг или может быть медицинский но об этом его доктора спросим вы знаете мы отправили корреспондентов на белорусско-российскую границу на утро когда уже действовал ограничением туда приехал один из председателей райисполкомов чтобы проконтролировать как организовано если вдруг соберутся люди там которые должны пересечь не смогут пересечь чтобы им были элементарные удобства санитарно-гигиеническое чтобы они могли где-то перекусить еще что-то но сказал что в принципе никто за помощью к власти не обращался да вот здесь действительно ограничили движение белоруса в сторону россии с белорусскими паспортами но говорит но население нашего района и российских соседей они пользуются еще множеством других дорог которые на сегодняшний день там нет постов вот перекрытие границы но вот здесь появился другой момент психологический аспект связаны с туристами многие наши соотечественники пользуясь тем что у нас единое пространство и нет границы многие туры приобретали с вылетом из москвы соответственно с возвращением москву причем это далекие туры это и азия и индия шри-ланка имеется ввиду гуа и вот когда уже с билетами после вот этих наших граждан не пустили на борты российских самолетов вот это не знаю как это вписывается в защиту скажем так от вируса но то что это разрушает скажем так определенный уровень взаимоотношений это однозначно потому что ведь этих людей могли довести до аэропорта московского и там если это необходимо каким-то образом изолировать ну и отправить дальше на родину либо еще что то но бросать за десятки тысяч или за тысячи километров граждан союзного государства по сути меня цепануло и резанула скажу но мы об этом сейчас поговорим о том а моральной стороне вообще этой проблемы с которой столкнулась в частности европа но вот что касается на закрытие границ я вам цитату приведу о введении карантина высказался председатель всемирной медицинской ассоциации франк мантгомери слова раскритиковала решение правительства фрг закрытие границ и так я не верю что закрытие границ может остановить вирус это политический акционизм можно контролировать и блокировать отдельные пограничные переходы на автобанах но тогда люди просто будут ездить про проселочным дорогам ведь тогда на часто не замечают как они пересекают границу ну и еще много много самых разных мнений по поводу закрытия границ и опять же хочу сказать объективности ради что есть люди которые за выступают этому не зря такие решения приняты ночью много особенно среди врачей таких ухмылок по поводу этого решения на ваш взгляд это будет работать или будет тем более когда границы нету между государствами значит понятно что поскольку проблема инфекции комплексная понятно что разные методы могут применяться и это тоже вот один из дополнительных один из да но но надо работать по приоритетам и поэтапно по приоритет значит выбирать что главное сейчас а поэтапно последовательно решать невозможно вообще все закрыть как метод один из мод но это не тот метод который основной который нужно уделять внимание однозначно другой что нарушены экономические связи и воз всегда подчеркивает что вот это уменьшает возможности ослабляет возможности любой страны для оказания потому что надо продовольствие надо средства индивидуальной защиты прочее прочее это точно ущерб не грел там политический морально этический вот в чем суть поэтому это один из методов но не самый главный на сегодняшнем этапе на сегодняшнем этапе его специально это отметила специально отметила что именно белоруссия применяет разумную тактику ранней изоляции выявления пациентов и кстати что мы сделали ставку да и это как раз рекомендации были ввоз а не наоборот то есть нам говорили что вот закрыли границы потому что белоруссия не выполнила рекомендации какие то вот тут все все как раз наоборот тем более мы видим что пример некоторых стран где закрыты границы между тем там полыхает и в такой геометрической прогрессии это все растет вот что страновой офис воз заявил на данном этапе при отсутствии в стране неконтролируемой передачи инфекций среди населения меры предпринимая белоруссию основаны на оценке существующих рисков и соответствуют рекомендациям воз то есть я так понимаю офис воз говорит о том в нашей стране что какова ситуация такова и реакция естественно понимаем что каждая из стран имеет полное право предпринимать весь комплекс мер вплоть до закрытия границы при этом наверное стоит учитывать близость родство стран народов которые количество контрактов количество ставьте между москвой и минском какова при при том важно заметить что двое из инфицированных которые находятся они прибыли из москвы из беларуси вирус не распространялся есть еще один контакт прибывший из санкт-петербурга насколько я понимаю но даже не об этом речь такие меры чрезвычайные меры которые усложняют жизнь людей а мы знаем что несмотря на то что вы озвучили есть множество примеров о том что белорусы которых есть временная регистрация или разрешение на временное пребывание в россии это студенты это люди которые проходят лечение они не могут попасть сейчас в россию потому что у них нету виды на жительство естественно они ограничены своих правах для них это естественно проблема я уж не говорю про те кто про просто едет по бизнесу закупиться к родственникам или так далее но такие меры они большей степени нагнетают панику у людей потому что человеку когда он получает сообщение что граница закрыта он тогда начинает думать может быть нам не все говорят по телевизору может быть это не просто острая респираторная инфекция может быть там что-то серьезно нам не договаривают вот эта паническая дуга вот эта истерия который тоже говорил на совещании президента она в большей степени вредна нашим умам нашему населению тогда бегут скупать туалетную бумагу я до сих пор она совсем от коронавируса не спасает я предлагаю прерваться буквально на несколько минут а мы продолжим разговаривать на эту тему в том числе о аморали и коронавирусе сразу после рекламы увидимся на телеканале беларусь 1 не переключайтесь мы продолжаем на беларусь 1 и беларусь 24 клуб редакторов и у нас сегодня специальный гость александр сергеевич питкевич заводелом рнпц эпидемиологии микробиологии по правде говоря им признаюсь и вам коллеги точно что у меня вот есть целый план нашей сегодняшней программы и там очень много пунктов но вы так интересно обстоятельно об этой проблеме говорить раскладываете по полкам мне кажется что это полезно и нам всем журналистам услышать но и особенно людям которые сейчас находятся у экранов экранов наших телевизоров поэтому я предлагаю так сказать остальные темы отбросить и продолжить говорить на эту тему потому что всегда информация из уст профессионала ну гораздо весомее как если бы мы сидели здесь и рассуждали на эту тему еще один интересный аспект которого я бы хотел коснуться в наш программе и он насколько я знаю поднимался вчера тем прозвучало вчера о происхождении этого вируса и насколько я знаю на прозвучал даже цифра что на 90 процентов этот вирус был вам знаком и эту простила задачу расскажите что за история что это такое ну вы знаете каждый раз когда возникает новые новые вот очень опасные инфекции всегда возникает подозрение что может быть он имеет этот возбудитель искусственное происхождение особенно то со спидом было и очень долго пришлось разбираться что все это знаете обезьяны африка это все-все там давно было так и здесь конечно возник такой вопрос но когда исследовали структуру этого сбу выяснилось что 90 процентов более 90 процентов последовательность как мы говорим структуре этого она уже встречается в различных видах животных ну прежде всего мышей там змеи может быть то есть это уже знакомые вещи которые были поэтому конечно это позволяет и думать о том какие препараты могут использованы для диагностики потому что мы например коронавирусами тоже занимались до того как вот это сейчас то что вы же знаете есть этот мерс то есть ближневосточный коронавирус который циркулирует и вызывает и заболеваемость и гибель вот поэтому мы тоже брали препараты диагностические и могли сравнить как они выявляют не выявляют то есть вот эта информация структуре она позволяет выбрать правильный путь оптимальный путь для диагностики я предлагаю уважаемые коллеги высказать свою точку зрения речь идет о моральной стороне во первых все чаще и чаще итальянцы говорят о том что мы европе не простим того что случилось ну и вот лидер сербию вучич недавно выступил с такой достаточно жесткой речью суть ее в том что коронавирус показал что европейской солидарности не существует речь идет о том что сербии нужны были какие-то препараты маски по моему а страны евросоюза запретили импортировать эти товары и сербия столкнулась большой проблемой и кто бы подумали им помог конечно китай помог он обратился к руководителю китая с просьбой и те насколько я понимаю выслали им эти маски возможно еще какие-то препараты намечается какой-то раскол все в своих домах закрылись и может быть я ошибаюсь это ложное они это почему вы ошибаетесь каждый может высказывать свое мнение да вот с моей точки зрения коронавирус показал что нет никакой единой европы восстановили многие страны контроль на границах внутри шенгена да обособились быстренько у них это получилось поляки абсолютно невзирая ни на что изолировали своих прибалтийских союзников по евросоюзу да что делают лидеры наших европейских старых демократии да они с одной стороны правы в том что они стремятся защитить собственных граждан теми мерами которые у них есть а это вот введение этих контрольных мероприятий на границах но мы ничего от них не слышим то что мы слышали от нашего гостя сегодняшнего от медика по поводу того что делается внутри по сравнению с прошедшими эпидемиями которые мы здесь озвучивали и недавнего времени и испанского гриппа и так далее нынешний ковид 19 это не очень страшное заболевание позвольте мне так говорить но мы знаем статистику мы сейчас вот эти все панические страхи и истерии убираем но этот ковид 19 он на самом деле обнажил как индикатор многие существующие проблемы и то о чем вы сказали о том что сразу государства закрываются в том числе в одном союзе и позволяют себе такие не очень гуманные меры предпринимать к своим союзникам братьям к соратникам как угодно называете во вторых обнажила система доступности медицинского образования и качества медицинского образования ведь мы всегда смотрели с таким восторгом на запад западные клиники на какие они обустроены какие они красивые оснащенные каким-то современным оборудованием это безусловно так на вопрос о доступности кому достанется все ли смогут получить это качественно медицинское обслуживание насколько сильна насколько работоспособна их система при всей при той картинке который иногда нас радовала на самом деле результаты вот такие и в третьих конечно мы увидели в том числе посыпая и себе голову пеплом и новым медиа социальным медиа которые нагнетают истерию и если нормальный человек с нормальной психикой с устойчивой психикой с нормальным анализом каждый день из каждого сми из каждого утюга слышит корона вирус корона вирус корона вирус это подкрепляется закрытием границ какими-то страшными репортажами он тоже немножко начинает у него начинается помутнение разума и он совершает какие-то необдуманные поступки в лучшем случае скупает туалетную бумагу в худшем могут какие-то быть неадекватные действия там по закрыванию себя своих детей затворничеству и так далее но вот этот комплекс мерил он обнажился это новые вызовы современной цивилизации обществ употребления которые как выяснилось к этим вызовам не совсем готова понимаете вот смотрите ну тут тоже не надо все вот так знаете под общий знаменатель все европейские страны они разные да хоть они были в одном союзе у них разная система здравоохранения и уровень великолепная специалисты медики доктора действительно светилы современнейшие технологии оснащеннейшие клиники все это есть все это европейский что-то же не сработало а не сработало знаете что то что у нас есть система здравоохранения охранения а там ее нет вот что важно системная работа в таких ситуациях а там нет системной работы ведь в той же италии все медицинские учреждения не управляются с центра а управляются главами провинции Муниципальными объединениями. Вот вам важна системная работа. Вылечить конкретного пациента, да, просто. А защитить население сложно. Все закорились по своим домам и протянули руку помощи, я насколько понимаю. Ну, знаете, всегда говорят, все счастливые семьи похожи друг на друга. А вот в несчастье тогда все и проявляется. Вот коронавирус, совершенно верно. Но он обнажил и показал, что да, мы лечить прекрасно можем. Но вот страны. А все-таки организовать в целом защиту, изоляцию в целом по стране сложновато получается. Нет этих институтов, которые позволяют вот эти все организовывать. Поэтому, ну, наверное, недостаточно учли сегодняшнее состояние. А я вот определяю, как необходимо иметь биологическое мышление. Биологическое мышление. А именно, что все мы должны понимать, что мы часть природы. И ничем не отличаемся там от столетнего дуба или черепахи трехсотлетней, или бабочки-однодневки. Это мы все часть природы. Мы развиваемся по всем этим законам. И надо понимать, что инфекции есть, существуют. Они будут все время нам доставать. Сегодня, они, завтра, другие. Мы, конечно, вектор будет положительный. Положительный. Мы будем побеждать. Мы будем... Продолжительность жизни будет расти. Но, кстати говоря, большинство ведь болезней мы определяем. Это как болезни цивилизации. То есть мы растем, развиваемся, осваиваем новые материки. А природа мстит. Мы нарушили равновесие, которое было уже. Поэтому здесь надо просто понимать, раз мы двигаемся, раз мы хотим двигаться, то надо просто продумывать наши последствия. Консеквенсис, да, что называется. Самые последствия. Какие они могут быть? Их просчитывать, тратить время на экспертизу. Вы вспоминайте какие-то старые времена, когда мы легко думали, мы повернем эти реки северные на север. Сколько мы там сэкономим все, да? Поэтому вот такие вещи. Сейчас уже от этого все отвлеклись. Поэтому понимают, что это нецелесообразно. Но это именно есть биологическое мышление, что давайте тратить средства на те вещи, которые реально нужны. Я просто вспоминаю, когда по проблеме полимелита работал, так помню такие цифры, что стоимость всей вакцинации всего населения мира за один год от полимелита, она это стоимость одного современного бомбардировщика. То есть мы направляем свои ресурсы вот не всегда на те цели, которые здесь разумны. И, кстати говоря, большой плюс, ну, как можно говорить в сегодняшней ситуации, что когда мы отрезвлели, когда мы видим эту ситуацию, мы начинаем понимать, что мы все, мы все, все, все должны заниматься. Не только медики, биологи, ученые, не только правительство должно заниматься в любом случае, но и население. Каждый из нас. Каждый из нас. Культуру. Культуру. Но уже в завершении нашей программы, может быть, еще раз, какие советы вы бы дали жителями нашей страны и других стран, и молодым людям, и детям, и взрослым, что бы вы хотели сказать? По поводу вот этой ситуации. Ну, прежде всего... По поводу гигиены, наверное, какой-то, да? Конечно. В речи идет просто знать. Надо быть грамотным. Надо быть грамотным и понимать. Действительно, как бы это ни было просто, но надо мыть руки как следует. Вот. Потому что я когда прочитал ВОЗовский документ, там было руководство, как мыть руки в медицинских учреждениях. Ну, как вот после общения с пациентом, между собой. На скольких страницах можно написать такой документ? Как вы думаете? Скажу вам. 300 страниц. Вот на... Ну, да. Вот, то есть, получается... Чтобы не занести инфекцию в пациент. Для того... Нет. Просто к тому, что есть нюансы. Поэтому не надо 300 страниц, но хотя бы люди должны понимать, что нужно... Хотя бы просто помойте. Мытье рук, дистанция, значит, неучастие в массовых мероприятиях. Дальше смотреть, ну, если пациент, если больной где-то рядом с тобой, ну, держи дистанцию. Если в семье, значит, надо изолировать пациента. То есть, это элементарные элементы, которые просто помогут. Было очень интересно и очень важно услышать все это из рук специалистов. У своих коллег, прошу прощения, что вы сегодня очень много говорили, а больше слушали. А было интересно. А было интересно. Еще раз спасибо. Увидимся в Клубе редакторов на Беларусь-1 ровно через одну неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok